Вас беспокоят увеличенные аденоиды? Ищите, каким путем лучше решить эту задачу? Путей несколько, но и не решать нельзя. Решать нужно обязательно. И чем раньше, тем лучше. По одной простой причине. Увеличенные аденоиды, это не только аденоидный тип лица, когда тут отекшая ткань и приоткрытый рот. Это снижение интеллектуального потенциала, снижение возможностей мозга. А сегодня работа руками и ногами активно уменьшается, а активно увеличивается работа головой. И как будет работать этот человек, когда у него в детстве развились аденоиды? Когда он с детства не мог набрать на себя нужный объем информации, чтобы потом им управлять? Очень плохо, когда аденоиды в садике, в школе. Потому что это самый интенсивный возраст, когда больше всего информации вы получаете в свой организм. А когда нет коробращения, все, не на чем записать. Годы идут, а информации не получается. Соответственно, потом и возможности такие же на протяжении всей следующей жизни. Поэтому решать надо. Есть несколько путей. Основной путь удаления аденоидов это оперативный. Этим идут путем чаще всего. Хотя это не очень хорошо. В том плане, что это все-таки кровавый путь. Но тем не менее, так идут. Что вы от этого получаете? Аденоиды в принципе показывают, что в вашем организме слишком много через дыхательную систему попадает бактерий, вирусов, токсинов, пылевых частиц. И как только количество это увеличивается, автоматически увеличивается аденоидная ткань. Она показывает сколько. Стоит убрать аденоидную ткань, куда денется все это количество? Спокойно пойдет в организм препятствий. Это уже нет. И после аденоидов развивается фаренгит, назофаренгит, трахеид, трахеобронхит, бронхит с астматическим компонентом. До пневмонии бронхиальная астма может дойти. Поэтому это вроде как быстрый путь, вроде как легкий путь. Но для организма очень проходит. Я предлагаю удаление аденоидов провести терапевтическим путем. Ну собственно не удаление, а уменьшение объема. Даже не уменьшение объема, а создать условие, когда убрав вот эти все раздражители, мы автоматически, организм реагирует снижением объема аденоидной ткани. Это нормально. Как это сделать? Я это знаю. Я знаю, как одновременно поднять иммунитет по отношению к бактериям, к вирусам, грамотно выводить токсины и не пропускать в организм полевые частицы. Это лежит в области здорового образа жизни, правильного питания, правильного дыхания, умения правильно двигаться. Все это комплексное понятие. Это не однократное действие. Однократное это к хирургу, пожалуйста. Отрезали и все здорово. Это неправильный путь. Поэтому, если вы хотите провести удаление аденоидов бескровно, раз, и одновременно поднять иммунитет, усилить защитные реакции организма, пожалуйста, но не следует идти по пути стимуляции иммунитета. Это неправильный путь. Потому что аденоидная ткань показывает количество токсинов, которые разными путями попадают, пытаются попасть в организм из разных источников. Стоит простимулировать иммунитет, у вас увеличивается аденоид. Эта ситуация не меняется. Аденоиды увеличились. Мозговое кровообращение, соответственно, уменьшилось еще в большей степени, чтобы получили обратный эффект. Именно поэтому и решаются многие на операции, потому что, да мы уже стимулировали иммунитет, ничего это не дало, только хуже. Правильно. Что вы делали все строго, наоборот. Вам нужно было очищать организм, а не стимулировать реакцию иммунной системы на те негативные явления, которые есть. Поэтому, когда вы будете правильно проводить очищение организма, вам и не понадобится удаление аденоидов, ни терапевтическим, ни хирургическим путем. Потому что они сами по себе уменьшатся. И будут надежно показывать вам, насколько чист организм, насколько правильно вы совершаете действия по его очищению. Поэтому, если вам нужно провести удаление аденоидов, хирургическим путем, ищите другие источники в интернете. Если вы хотите терапевтическим путем уменьшить объем аденоидной ткани, контакты вы видите, то можете легко обратиться.